По случаю Дня памяти преподобного Серафима Саровского в Свято-Духовском храме Коломенского села Шкинь прошли торжественные мероприятия. Божественную литургию возглавил митрополит Крутицкий Коломенский Ювеналий, управляющий Московской епархией. Подробнее в сюжете Екатерина Ходосевич. День памяти преподобного Серафима Саровского в Шкине впервые отмечают настолько масштабно. Обычно митрополитчая служба проходит здесь на духов день, но в этом году из-за пандемии она не состоялась. Однако прихожане очень просили митрополита Ювеналия посетить приход и возглавить архиерейское богослужение. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастия Святого Духа будет со всеми вами. Как раз к празднику завершилась реставрация центральной подкупольной части Свято-Духовского храма. Историческую роспись восстановили с большим трудом, а в двух других пределах и трапезной не сохранилось ничего. Одна из главных святынь Шкинского храма – чудотворная икона Серафима Саровского. После службы собравшиеся совершили крестный ход с этим чтимым образом. И мы сегодня можем вспомнить, сколько чудотворений, связанных с этой иконой. И она напоминает нам и о подвигах преподобного Серафима, и наседает нас для благочестивой жизни, и укрепляет нас в вере. Пусть же преподобный Серафим даст нам вразумление, силу, поможет нам в нашей пременной жизни, исподобит вечной жизни в Царстве Небесном. Аминь. Вспоминая житие преподобного Серафима, владыка Ювеналий рассказал, в чем мы можем подражать этому святому, а именно в проявлении любви и радости друг к другу. Он, носящий всегда в сердце своем пасхальную радость, приветствовал каждого. Христос, воскреси радость моя, говорил Он каждому. И давал поучения, которые дошли до нашего времени. Он говорил, радость моя, стяжи дух милен, и около тебя спасутся тысячи. Честные мощи святого Серафима были обретены и открыты для всеобщего почитания в 1903 году. С тех пор они хранятся в Дивеевском женском монастыре, основанном самим преподобным.